Диснеевские злодеи Король Лев потерял бы чуть ли не половину обаяния Ну и как же не вспомнить Фрола Который бессовестно крал каждую свою сцену Мы привыкли к тому, что есть четкое добро Которое зачастую не представляет интереса И побеждает иногда только потому, что так принято А есть четкое зло Зло, которое очень приятно порой ненавидеть Это была моя обязанность Какой бы ужасной она ни была И особенно приятно, что диснеевцы в этом преуспели Только вот беда Никто не заметил тенденции, что те самые Злодейские злодеи Почему-то исчезли с горизонтов В новых работах Дисней Нет, 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 злодеи-то остались Но они больше не являются центральными Сюжетообразующими персонажами Вы этого не заметили? Просто до диснеевцев наконец-то дошло Что уделяя много времени злодею Они забывают о главных героях зачастую И вот в мультфильмах студии Последних лет стали появляться Новые злодеи Скрытые И это топ-10 тайных злодеев Дисней Сразу предупреждаю, что впереди вас ждут спойлеры Злодеи-то скрытые, тайные А значит, что для тех, кто не смотрел Какой-то из сегодняшних фильмов Будут сюрпризом некоторые вещи Так что на ваш страх и риск Итак, какова тенденция сегодняшних лет? Главные герои становятся интереснее Им уделяют больше времени Продумывают их мотивации и характеры Больше никаких принцесс, которым нужен Лишхаха для красивой жизни Дисней переосмыслил даже Извечное сказочное клише В виде поцелуя любви Все это стало возможным за счет того, что авторы Стали жертвовать интересными злодеями Заменяя их интригующим знаком вопроса Ну или как в головоломке, например Вообще не было злодея Однако приступим Медведь Лоццо История игрушек 3 Большой побег Мне кажется, тенденцию к этим изменениям Зародили ребята из Пиксар Об одном из первых тайных злодеев Как раз их авторства Я расскажу попозже Открывает же этот топ именно Медведь Лоццо Он очень харизматичен Властен У него неплохие мотивы быть таким вредным и злым И он круче некоторых других злодеев в этом списке Но на 10 месте он потому, что скрытым злодеем Он был не такое уж и продолжительное время Итак, игрушки Энди попадают в детский сад Солнышко Который похоже является раем для игрушек Им устраивает экскурсию милый Мишка Который является главным в этом Эдеме И от которого к тому же пахнет клубникой А потом оказывается, что он расчетливый хладнокровный мерзавец Который сколотил банду И который отправляет все новые игрушки Не предназначенные для малышей Собственно к малышам А по вечерам он превращает детский садик В настоящий тюремный лагерь Где есть надзиратели, клетки и патрули Странные люди даже стали сравнивать Все то, что происходит в ленте И реальные концентрационные лагери И всерьез заговорили о темной стороне Этого мультфильма Придумывая различные теории А ведь там еще есть большая печь Ну вы поняли Только авторы на все эти бредни Лишь крутили пальцем у виска Ах ты лоцо Ах ты проказник До чего довел народ Что, хочешь обратно к мамочке? Она никогда тебя не любила Не будь ребенком Сэр Майлз Карданвал Тачки 2 Не самый любимый фильм Пиксар и Дисней Но тем не менее Фильм Тачки 2 решил, что он шпионский боевик С элементами детектива А вместе с этим жанром в комплекте Идет и соответствующий сюжет В котором главный злодей нам до конца неизвестен Сэр Майлз Карданвал с самого начала Представляется нам как весьма милый миллиардер-филантроп Эдакий Илон Маск только в анимации Я тут подумала, что если Илон Маск на самом деле злодей Было бы круто Короче, именно с подачи Карданвала Происходят гонки В которых участвует Молния Маккуин Цель этих гонок вроде как прославить Новое экологическое топливо Но на самом деле нет Карданвал выстроил целый злодейский синдикат Члены которого выводили из строя участников гонок А Молнию так и вовсе намеревались убить Или уничтожить Не знаю, как у них там принято Если бы не усилие одного надоедливого тягача Не увидели бы мы третьей части протачки Хотя, по-настоящему главгад себя совсем не проявил Он повел себя скорее как типичный злодей из Скубиду Двигатель с моего фото Абсолютное сходство Как этот тягач меня раскусило Роберт Каллоган Город героев Этот персонаж в отличии от предыдущего совершил очень много злодейского своими руками И никто не знал кто он на самом деле Ибо он был в маске кабуки Смотрите, он явно пытался убить Хиро с друзьями Причем не один раз Он украл микроботов Хиро Из-за него погиб его брат А после он устроил ловушку, которая засосала в другое измерение целое здание И на самом деле из-за того, что диснеевцы хотели сделать шокирующий поворот с ним Типа ничего себе Так все это время это был он? Они наплодили кучу сюжетных дыр с ним, если подумать Конечно, при первом просмотре эти дыры незаметные Но я смотрел фильм раз в шесть вместе с ребенком Так вот Почему в начале фильма Каллоган не проявляет открытой враждебности Каллистеру Крею? Да и вообще нигде не демонстрирует свое депрессивное состояние, переживая потерю дочери Неплохо так шифруется, не находите? Почему Каллоган внезапно стал таким кровожадным по отношению к своим студентам? Он в буквальном смысле хотел их убить, со всей возможной жестокостью Он прекрасно видел Хиро, он прекрасно видел робота Тадаши Куда делся тот милый, казалось бы, учитель? Дети-то ему что сделали? Короче, лучше бы Хиро продолжал участвовать в боях ботов и никогда бы с ним не знакомился Кстати, интересные игры есть и в реальности Совсем недавно вышло глобальное обновление игры World of Tanks Этого не может быть! Еще как может! В обновлении переработали 29 старых карт вожди качества и добавили одну новую Карты перерисовали под новый графический движок И теперь они выглядят намного более реалистично, четче и визуально приятнее Серьезно, тебе не хватало шевеления травы и листьев, когда твой танк проезжал мимо? Это вызывало бы у тебя улыбку? Теперь растительность и вода реагируют на поведение вашей машины Существенно оптимизированы производительность и потребление памяти Даже на слабых компьютерах улучшение качества изображения будет заметно Переработано освещение, усовершенствована система разрушений Теперь все выглядит гораздо более реалистично В ультра-HD текстурах! Ну, конечно, исход боя зависит только от тебя, друг Выбирай сам, кто ты, мишень или... Герой! Тебе в помощь динамичная музыка, которая адаптируется в зависимости от того, что происходит с твоей командой в бою Ну и еще есть фишек Кардинально обновлен ангар Теперь он с большим спектром новых возможностей И с анимированными персонажами на фоне Так что вперед, друг, дерзай! Кто следующий? Кто еще решится выйти на бой? Дерзай, приятель! Ссылка в описании! Ванючка Пит История игрушек 2 Вот и еще один злодей, о злодейских планах которого мы узнаем ближе к финалу Это весьма безобидная игрушка, у которой есть свои моральные обстоятельства поступать так, как он поступает Конечно, это нисколько его не извиняет Он весьма подло действует А самое главное состоит в том, что он умело притворяется невинным таким Он вызывает к себе сочувствие Никто и подумать не смог бы, что он расчетливый манипулятор, который готов на все ради своей цели Он настолько втирается в доверие к Вуди, что мастерски давит на его больные места Что даже заставляет ковбоя усомниться в своей любви к Энди Однако, когда же маска сброшена, то уже никаких церемоний ни с Вуди, ни с остальными игрушками И когда у меня появился шанс, я не позволю какому-то деревянному ковбою мне испортить музыку Автопилот авто Валли Итак, по мнению вот этого мужика, операция реколонизация была провалена Автопилот получает задание не возвращаться на землю ни при каких обстоятельствах По сути, он не злодей До поры до времени он вообще не представляет никакой угрозы Он просто робот, который запрограммирован противодействовать возвращению домой Действует, конечно, он не самыми приятными способами Он сажает под домашний арест капитана и едва не уничтожает Валли А потом и вовсе слетает с катушек, подвергая реальной опасности людей на борту Аксиомы Вы представляете, что будет, если свалить кучу толстяков друг на друга? А? Кто-нибудь по-любому пострадает? В фильме, конечно, никто не пострадал, но ведь могли бы! Программа программой, но тут он явно перегнул палку Разве могут так себя вести компьютеры? Хотя, глядя на его красный глаз, который отсылается к фильму Стэнли Кубрика «Космическая Одиссея-2001» Я готов поверить в безумие Автопилота Все ведь помнят тот бортовой компьютер, который слетел с катушек под названием Hell-9000 Я не выживать хочу! Я хочу жить! Следуйте указанной программе Мистер Водоног Корпорация монстров А вот и тот обещанный персонаж Один из первых скрытых злодеев Дисней и Пиксар на моей памяти Все весь фильм думали, что главным негодяем тут является Рэндалл А нет! Мистер Водоног Холодный, расчетливый и беспринципный бизнесмен Ничего плохого в том, чтобы замучить одного маленького ребенка Он не видит, когда на кону вся корпорация А главное, тысячи монстров, что от нее зависят Да из чего бы вдруг ему быть обеспокоенным? Ведь весь их мир воспринимает детей как источник энергии Какая разница, умрет один ребенок или несколько? Ведь главное, чтобы компания процветала, а клиенты были довольны Однако имидж портить нельзя все же Поэтому Водоног старательно притворяется заботливым и сердобольным начальником Который типа на стороне хороших ребят Ну кто ж знал, что Джеймс Пи Салливан лучше страшила пугательного цеха Подружится с этим ребенком и встанет на пути реализации его планов Понять, конечно, Водонога можно Намерения, в общем-то, были у него благие Однако известно, какая дорога сплошь из благих намерений состоит И куда она ведет Я украду тысячи детей, но не дам умереть компании И я уничтожу любого, кто встанет на моем пути Мисс Барашкис, Зверополис Если Водоног заботился о благе всего Монстрополиса и корпорации в частности То вот Мисс Барашкис заботилась лишь о травоядных животных Дисней, похоже, решили вместе с ней воплотить в жизнь словосочетание Волк в овечьей шкуре С виду овечка безобидная травоядная, а по нраву так хищный волчара Кроме того, диснеевцы через нее и ее план четко показали, к чему может привести нетерпимость в обществе А также вот это сюрприз диктатура угнетенного класса Я не знаю, есть ли подобное сочетание слов в социологии, но мне кажется, я бы обозвал это именно так Зашуганные, бедные, угнетаемые травоядные, которых поедают озверевшие хищники Внезапно ломают привычный уклад и начинают потихоньку навязывать свои условия Что-то похожее сейчас происходит в Голливуде, когда бедные жертвы домогательств Ломают карьеры актерам и продюсерам Я не говорю про реальные случаи, это я осуждаю Я говорю про те случаи, которые можно назвать или ложными, или преувеличенными То есть они используют обвинения в домогательствах в своих личных корыстных интересах Или я это слишком глубоко копнул? Блин, ладно, в этом фильме травоядные просто не любят хищников И мисс Барашки с своим коварным планом поспособствовала развитию этой неприязни Которая позже переросла в подобие расизма Хватит! Чего-то меня несет не в ту сторону с этим фильмом Мы в одной команде Недооцененных Вечно притесняемых Вас это не бесит? Конфетный король Слэш Турбо Кинокартина Ральф Не, ну конечно конфетный король был неприятным парнем Но никто не думал, что он настолько неприятен Когда оказывается, что он не просто вредный мужик, который жаждет побед в гонках А целый инородный вирус по имени Турбо Это малость шокирует Это такой сюжетный поворот в квадрате Сначала он неплохо прикидывается хорошим парнем И даже заставляет поверить Ральфа, да и нас вместе с ним Что Ванилопа не может участвовать в гонках Все ведь помнят этот неприятный момент, когда Ральф разносит машину Ванилопы Хмм, печалька И уже тогда фильм дает намеки на то, что что-то здесь нечисто Потом мы понимаем, что король подлый гад Ну, а далее следует второй поворот Который сообщает, что в скрытом злодеи таится еще один скрытый злодей Это классный момент Все сразу встает на свои места Мне также понравилось, что фильм не рассказывал с пафосом предысторию Турбо Где-нибудь в начале ленты О Турбо мы узнаем от персонажей Да и то в качестве примера плохого поступка Который очень напоминал ситуацию с Ральфом Было неизвестно, появится ли Турбо в фильме Или это просто нравоучительная история И уж тем более, было неизвестно злодей он или нет Также мне понравилось, что Турбо имеет свойство Поглощать других персонажей Подобным образом он, например, превратился в кибер-жука Став по-настоящему страшным созданием Итак, фальшивому конфетному королю Достается почетное третье место Я Турбо, величайший гонщик на свете И я не для того перепрограммировал этот мир Чтобы ты и твой нерешивый криволапый дружок Отняли его у меня Эрнесто Делакруз Тайна Коко На втором месте свеженький скрытый злодей Из страны мертвых Но так высоко попал он не потому, что Тайна Коко Недавний шедевр Дисней и Пиксар Уровень подлости у него крайне высок, мне кажется Посудите сами Он убил друга Присвоил его песни Выдал их за свои И сделал все, чтобы Гектора забыли в мире живых Но он продолжил злодействовать даже после смерти Он продолжил быть высокомерным, самовлюбленным засранцем Попытался избавиться от Гектора и Мигеля И даже попытался убить последнего Если это, конечно, можно сделать в стране мертвых Согласитесь, тот еще ублюдок А самое главное, мы большую часть фильма думаем, что он отличный и благородный парень А он оказывается такой маразотной тварью Не жалеет ни друзей, ни родных Ведь когда он приказал избавиться от Мигеля, он думал, что он его праправнук Так вот, Эрнесто де Ла Круз, возможно, не вынашивал чудовищно коварных планов Которые бы переворачивали все с ног на голову Но по уровню подлости он умудрился переплюнуть всех остальных Однако на первом месте все же не он Принц Ханс Холодное сердце На первое место он попадает из-за того, что за ним скрыто нечто глобальное, на мой взгляд Глобальное для нас зрителей И глобальное в особенности для всей компании Дисней Которая создавала десятилетиями сказки Где всепобеждающая любовь, любовь с первого взгляда Тот священный поцелуй любви были основными элементами истории Вместе с принцем Хансом диснеевцы будто бы сломали все свои стандартные клише Перечеркнули привычные устои построения истории Влюбленность в первого встречного это, возможно, не любовь Возможно, это ошибка Возможно, этот самый первый встречный бессовестный манипулятор Не всегда все бывает как в сказках и в любовных романах Возможно, это притворство Возможно, просто Анна слишком молода, импульсивна И не понимает, что такое любовь Как, в принципе, и любой подросток Принц Ханс этим пользуется в своих корыстных целях Однако, как умело притворяется, гад, не находите? Настолько умело, что когда происходит сюжетный поворот После этого мне лично охота была встать и аплодировать Очень годный сюжетный твист Очень годный шлепок по лбу для Анны Очень годный урок для юных зрителей и зрительниц Первое впечатление обманчиво Любовь с первого взгляда, возможно, с заблуждением Я не говорю, что это всегда бывает, но в основном это так Это переворот всего того, что раньше пропагандировал Дисней Именно поэтому я ставлю этого скрытого злодея так высоко И считаю его пока что лучшим скрытым злодеем Диснея Как для зрителей, так и для самой компании С тяжелым сердцем я обвиняю королеву Эренделла В измене И приговариваю к смерти Вот такой топ сегодня получился Да, сегодняшние злодеи гораздо менее выдающиеся, чем были ранее Фильмы не тратят хронометраж на их раскрытие Зато преобразились главные герои на их фоне Они стали гораздо более интересными, чем были раньше И теперь, благодаря этому, мы запоминаем положительных персонажей Протагонистов Антагонисты уходят на второй план Быть может, это и правильно Не находите? В любом случае, а как вы считаете? Пишите об этом в комментариях Ну а с вами был Сокол Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал А также вступайте в группу ВКонтакте, в Твиттер Вступайте в Твиттер Инстаграм там есть Все в описании Пока! Субтитры сделал DimaTorzok